Друзья, всем привет! Сегодня мы приехали в Сао Парк под открытым небом, недалеко от Паттайи, буквально 50 километров. И это первое видео, которое я снимаю на DJI Pocket 3. Так, мы, короче, уже заплатили за билеты при въезде. 350 бат со взрослого и иностранца местные платят по 200 бат. Вот здесь вот шоппинг-центр и, видимо, вход. Еще здесь бывают шоу. Ну, в общем, присоединяйтесь, посмотрим этот зоопарк вместе. Территория зоопарка огромна. По территории ходят небольшие вот такие экскурсионные автобусы. Но я думаю, что мы попробуем пройти это пешком. Работает зоопарк с 8 до 5. Есть зона 1 и зона 2. Территория реально просто огромная. Значит, здесь есть три шоу, которые проходят в разное время. И мы попробуем сейчас пойти, чтобы попасть на шоу слонов. В общем, мы приняли решение ходить пешком. Сколько сил хватит, потому что тут не совсем понятно, какие расстояния. По карте можно посмотреть, но я думаю, что пешком будет исходить интереснее. К тому же погода тепленькая. На территории есть 7-11. Здесь магазинчик. Можно купить, попить. И есть фудпарк для особо голодных. Он с левой стороны. Посмотрите, стая каких-то аистов. Или подобных птиц прямо в небе кружит. Это не может не радовать. Вот такие вот автобусы здесь ходят по территории. Групповые. У них есть остановки. То есть можно садиться, слазить. Этикет не знаю, сколько стоит. А вот есть еще такие электрокарточки на прокат. Пойдем посмотрим, сколько стоит. Ага. Они, наверное, тоже электрические. Переоборудованы. Это три цикла. Сколько у нас тут стоит? 300 бат. Но везде нет. Понимаю, да? Первое, что у нас попадается, это лес Азии. Пока животных мы не видели, только птиц. Ну, зайдем прогуляемся по лесу. Здесь, видимо, выставка всевозможных рептилий, которые обитают в лесах. Вот что, вполне интересно. Флайн фокс. Вот таких летающих лис мы видели. на Мальдивах. Помнишь? Да, на Мальдивах очень много. А здесь вот так сложно что-то сориентироваться. Наверное, внутрь как-то можно зайти и будет. Здесь открытое пространство. Я думаю, здесь можно будет увидеть. Прямо. Я думаю, вы слышите эти звуки над головой летающих птиц всевозможных. А вон прямо гнезда. Я не знаю, аисты это не аисты, но их очень много и они как бакланы ведут себя как раз. Так, а вон какие-то эти как дикобразы лежат, видимо, жарко им. Сложили свои оперения зико-образные. Сейчас я приближу чуть-чуть. Местечки все. Кстати, на этой камере очень удобно приближать. Прямо наложу на экране, как на смартфоне. Приближаю до двух раз. Вот они, дикобразики здесь живут. Какой-то китайский козлик. Вот он, кстати, наверху. Черненький такой. Правда, он к нам не лицом стоит, к сожалению. Но, может быть, сейчас еще кого-то увидим. Не стоит очень близко уединяться с природой и перелазить за ограждение. Вообще, если честно, я вот желающих особо никогда не видел перелазить за ограждение к диким животным. Особенно, если эти животные или лептигли, например, крокодилы. Так, вы видите крокодила? А он есть. Сейчас я ему его приближу. А, нет, тоже максимально, да? Это максимально близко я приблизил крокодила. А второй с левой стороны. Я думаю, что вот вы там видите. Плавает. Ребят, пропустил я. Кто-то из воды прям плюхнулся. Ну, здесь вот черепахи плавают внизу. Не знаю, видно их, не видно. В общем, пруд кишит просто всевозможные живности. Посмотрите, какая красавица обезьянка. Ой, ну, опять хочешь испытывать судьбу? Обезьяна прям окружает. А это что у нас за зверь? Типа муравьед какой-то. Тапир. Да. Типа свиньи, но с обо там. Ну, маленьким. Ну, у него как муравьед он какой-то. У него жирный, как свинья. Обезьяна прям везде здесь лазают. Я вот даже не успеваю только обернуться, они как откуда-то берутся. А вот еще маленькая, смотрите. Это уже другие, потому что те убежали, которые были изначально. Не успеваю за ней. Вон еще одна. Ну, где-то вот там, вверху слоны. В принципе, мы, наверное, сейчас будем потихонечку двигаться. И как раз там должно начаться шоу. Туристы есть, автобусы есть, но они рассредоточены по парку, поэтому мы их сильно здесь не видим. Животных гораздо больше. А вот здесь симбиоз горных козлов. И обезьян. Прям такой рогатый, конкретный. Козлик. Прям такой рогатый. Как выглядит дитя обезьяна? Краткое руководство. Я надеюсь, что прыгнут они еще раз с дерева. А, прыгали с дерева, да? Да. А я там дитям обезьяны был увлечен. Не заметил. А с какого дерева они пройдут? Вот прямо? С такими махровыми яйками. Короче, здесь вот обезьяны кипаются и прыгают с дерева в мини-аквапарк. Так, но мы постепенно приближаемся к слонячьему аттракциону. Я специально говорю слово слонячий. Не надо поправлять меня в комментариях. Но реально, это типа смотрите, слонячий релакс. Вот, в 12.30 через 15 минут будет слоновый релакс. Мы туда пойдем. пока можно сходить в оборудованный туалет или попить водички или изучить карту зоопарка. Здесь вот музей слонов. Собственно, это и есть фойе перед тропой, по которой ходят слоны. Вот они уже там внутри. Там их можно покормить. А с этой стороны будет происходить непосредственно представление. В общем, ребята, казалось, что в 12.30 сегодня не будет представлений, потому что она только по выходным дням дополнительно и в 2.30. Поэтому мы, наверное, ограничимся кормлением слонов и будем двигаться дальше по зоопарку. короче, слоны сегодня на чиле можно купить за 30 бат какую-то им траву и покормить. А еще у них есть водичка. достаточно крупные слоники. Ну, хорошо, что здесь их не используют для катания туристов. По крайней мере, нет у них специального никакого оборудования сегодня. Это, конечно, радует. из древней слоны использовались не только на сельхозработах и перевозке всевозможных грузов, но и участвовали в войнах. Можно сказать, вы сейчас видите боевого тайского слона практически в действии. Ну, что, ребят, продолжаем движение. Вот там рептилии за забором, который мы проходили. И сейчас мы движемся, собственно говоря, против маршрута из-за того, что мы пошли сначала к слонам, мы теперь движемся как бы в противоположном направлении. Здесь страшного ничего нет. По факту их две зоны, они закольцованы. Я думаю, что у нас должно сил сегодня хватить это пройти. Ребят, мне кажется, плавнее стала работать стабилизация. Я вот тут специально сейчас прям трясу, прям сильно трясу камеру. Но вверх и вниз где-то ну, сантиметров 5-7. и по крайней мере вот на большом экране теперь очень хорошо видно, как будет отображаться картинка, где какие засветы. Здесь похоже какой-то птичник, но обезьян здесь немерено, просто немерено. Здесь вот такая более тропинка пешеходная. И вот здесь какой-то вот я думал, что это птичник, но не знаю. Там вот гамаки, может здесь какие-то крупные обезьяны. Обычно я так видел в зоопарках, когда какие-то вот гамадрилы живут. У них вот такие да-да-да, вон он вверху я вот там вижу с длинным белым хвостом какой-то бабуин, но, к сожалению, тут не написано. какой-то наш дальний родственничек бесится. Но здесь, к сожалению, ближе почему-то подойти нельзя, хотя было бы наверное интересно. Там вот под крышей тоже два парочка сидит, больше ничего не видно. вот они здесь разновидности обезьян, которые присутствуют. В Камбодже, да, где-то живут что ли? Судя по карте. Вот такие вот бородатые обезьяны с мохнатыми пузами здесь живут. И очень интересно у них раскрас ног и рук такие несколько цветные. Конечно, в первую очередь поражает сам размах зоопарка. Пение птиц и очень чистый здесь воздух, несмотря на то, что вот автомобили ездят, вот эти автобусы лучше. Конечно, они были электробусы, но, к сожалению, не так. Здесь какая-то по карте зона птиц, но не совсем понятно, что здесь за реконструкция, но я думаю, что вот можно туда пойти близок к клеткам. Вот такие миленькие Lovebirds. Не знаю, через сетку что-то удастся здесь снять или нет, но даже по крикам, которые издают птицы, видно, что их здесь очень-очень много. Здесь какие-то похожи на белых голубей, закрыты для реновации написано. Сперем, какая-то голубятня. здесь 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 что-то реконструирует, дальше мы видимо нет смысла идти. Пойдем искать зверей, лесной. Дошли до остановки Африка в Юлпоинт. Я так понимаю, вот отсюда можно будет посмотреть на животных сверху. Здесь опять же можно будет кормить животных, но специально обученной травой. Здесь пытаются кормить жирафа веткой прям большой. У нас жираф в полном игноре. становится жарковато и даже животные хотят побыть в тени. Здесь какие-то загонщики, непонятно кто там, но здесь один какой-то рогатый выглядывает, но стесняется выходить наружу и стоит в тени. Я уже хожу их снимаю, как только камеру подносишь, они сразу уделяют. Ты отпускаешь, ты улетишь туда? Открывай, давай. это улетит. Это не форма. Что, пойдемте? Неудобно снимать. Так, кроме жирафа, кто тут еще? Сраусы есть какие-то, да? Там тоже сраусы. Единорог какой-то. что-то у него сломан, я тоже вижу его, но приблизить не могу там под камнями. Как будто один рог торчит. Видимо, второй рог, да. Вот красавчик решил выйти из тени и подойти к нам сюда поближе. Ах, нет, передумал. Вот ребят, однорогик какой-то козел подошел. Видимо, второго рога у него нет, потому что он не симметричный. Ну и наконец-то все люди разошлись и можно поснимать немножко жира. Красавчики такие. Длинно шеи животное. Что, двигаемся дальше, проходим по кругу. Все это сафари. В конце немножко там люди рассосались. вот так получается здесь наплывами, как приходит автобус или подъезжает машина, люди выскакивают, а потом рассасываются. Сюда сейчас еще подвезли школьников. Здесь посмотрите налево, посмотрите направо. Не знаю, как вам, а мне пока больше всего понравились обезьяны. А тебя? Ну, обезьяны, при крайней, жирафы, красивые. больше всего банальные обезьян. Кстати, фотографу надо к ним подойти. Еще мне на камере нравится, что быстро камера переворачивается по одному щелчку. Это вот, видимо, еду подвезли зелено. Здесь происходит охота за животными. видео охота. Охотники вооружившись фотоаппаратами. надо было кто-то просходит еще. Ах, не знаю, Не знаю, ничего, если вы не готовы. Ах, Но у меня только максимально двойное приближение. Но страус все равно неплохо видно. В принципе Движемся дальше Обошли почти всю Африку И сейчас нас ждут Львы, фламинго И еще много чего интересного Согласно карте Вот здесь какой-то рогатый скот лежит Прям такой С извилистыми рожками Со своей женщиной Дальше там в тенечке Тоже какие-то Рогатые О, а этот красавчик встал Сейчас мы его снимем Подвезли учеников С тайских школ На урок Природоведения Здесь тоже красивые Такие классатые поближе Их сейчас сниму Но обезьяны здесь везде реально Везде бегают О, а вот они Прямо внизу здесь Моя камера не успевает Так быстро реагировать Как глаза Красавчики Так, белый лев Где он? Красавчик Да нет, это наверно лев Такой Он без грива же Ну, они львы могут быть без грива Тигр же без грива Короче, белый лев Вот в этой решетке Но снять его нормально Не получается Он там сидит Такой вот Красавчик И не позирует А лежит В дальнем углу ринга Вот их двоих штуки там Даже не видно Они в траве под землю Там замаскировались Здесь все Судя по карте Мы приближаемся К зоне фламинго Но видим мы их Или нет Пока Неизвестно Нам нужно немножко Пройти Куда-то вот сюда Направо А еще в этой зоне Есть зебры И мы их уже Видим Зебрариум Сейчас поближе подойдем Деньки прям хороший ветерок Сейчас в Таиланде Сезон дождей закончился Наступила зима Сухая Солнечная И не очень жаркая Вот они Три девицы Под окном Ели какое-то сено Или овес Что там Привозят А вот у меня Маша Тоже зебра Сверху белая Снизу черная Черно-белая Зебра Ну что друзья Здесь носороги А что-то они к нам Совсем не лицом Повернуты Жарко им ребят Здесь Просто жарко Так Ну короче Это точно носороги Потому что я вижу У них рок Ого Оживает Оживает Бен Ребятки Жалко Вы не хотите Повернуться К нам Передом Как избушки Вот они Дети заката Уبшатся У divid possibile У Luftrich Слухи 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 Грун Слухи Гювер Продолжение следует... Продолжение следует... Неужели кайф в грязи лежать, а? Зато прохладно. Думаешь? Ну, наверное, так думаю. Ой. О, нет. Надо уходить срочно. Хвостом махает. Все это летит. Ну что, друзья. Все. Вот мы с гулем пополам добрались до этой тигровой аллеи. Осталось буквально 20 минут до закрытия. Поэтому всем приятного просмотра. До новых встреч. Мы заканчиваем сегодняшнюю прогулку. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...